В прошлом году, насколько я поняла, вы получили, скажем так, импульс к развитию, у вас запустились две новых линии. Вот как это отразилось на объеме выпускаемой продукции? Насколько вы сейчас мощные? Ну, сейчас мы стабильно выпускаем 2 миллиона в сутки. 2 миллиона единиц наших лоточков каждые сутки. И поскольку постоянно продолжается работа над производительностью и вот этих вот, работа с расшивкой узких мест и так далее, то вот надо сказать, что последнее наше достижение это полтора миллиона в смену. Но пока не нужно это каждый день, потому что впереди высокий сезон, но мы уже понимаем, что мы можем уже столько выпустить. Кому и что вы сейчас поставляете? То есть как можно разделить, на какие отрасли ваших клиентов, ваших потребителей? Основные наши потребители – это мясоперерабатывающие заводы. Ну, мясо в широком смысле. Мясо, птица, курица, индейка, баранина, свинина, говядина. Короче говоря, все виды вот этого потребительского охлажденного мяса. Вместе с ними наша компания выросла. У них шло перевооружение. То есть, если вспомнить, что было там 15 лет назад, был импорт замороженного блочного мяса и глубокая переработка его здесь в какие-то деликатесы. И немножко было свежих продуктов, которые там со сроком годности 24-48 часов лежали на полках в супермаркете, соответственно. И это был такой очень небольшой объем. С 2010 года заработала вот это наше продовольствие программа безопасности. И началось прям масштабное перевооружение вот этих агропредприятий. И сегодня у нас, значит, курица больше, чем мы внутри потребляем. Продаем на экспорт. Свинина аналогично. Баранина, говядина еще нет. По индейке мы стали просто крупнейшим производителем индейки в Евросии. В общем, это огромные успехи. И частичка нашего труда тоже есть. Конечно, упаковка это такой маленький копеечный элемент. Но очень важно. Без него вот эта потребительская упаковка, которая... Знаете, ведь что интересно? Вот они разделали эту тушу свою, которая поступила в мясо с первого часа. И буквально через несколько часов готовая упаковка со свежим мясом поступает уже на склад. Вся разделка проходит буквально все в автоматическом цикле в считанные часы. И это очень впечатляет. Я помню, что когда только мясо в лотках появилось на прилавках, и я даже своим друзьям рассказывала, что вот смотрите, это очень классный продукт. Они мне говорили, нет, там не пойми, что туда положили, там кто его знает, кто его трогал. Я пойду на рынок, там. Я говорю, конечно, возьмешь на рынке, говорю, и будешь смотреть, как мясник на грязном этом пне. Они полные антисанитарии, нарубят тебе вот эти там твои какие-то куски. Я говорю, вот я уже после того, как я видела эти предприятия, просто не могу туда ходить. Потому что я понимаю, сколько труда, вот эта вся чистота, стерильность, низкая обсемененность, так называемые. Низкие температуры по всей этой цепочке, да, хладоцепочка они еще называют. И понимаю, что в этом лотке находятся. Говорят, для меня сегодня рынок это вообще не вариант. Да, вы так говорите, я поняла, что мы уже настолько привыкли к тому, что есть сейчас, что про это даже уже не вспоминается. Да, а мы год назад столкнулись в Казахстане, как будто мы перенеслись обратно на 10 лет назад. У нас был такой план, мы даже обучили экспортную группу, там, все такое прочее. И решили, значит, так, поработать в Казахстане с этим видом упаковки. И прямо с полной глубокой сопротивлением. Нет, там, зачем нам это мясо? Мы пойдем на рынок. Так что это всегда требует времени. Изменение культуры потребления – это большой труд. Так, вы сказали, что основные мяса. Да, сейчас это примерно 70% объемов нашей продукции уходит туда, в мясную отрасль. Второй, быстро растущий сегмент – это готовая еда. Это еще один тренд, который прямо всем трендом тренд сегодня. Наверное, сейчас где-нибудь процентов 28, ну, 25, может быть, нашей продукции уходит в сегмент готовой еды. Так, еще 2-3% – это куда? И еще немножко, это всякое разное, например, там, снеки, сухарики какие-то, там, вот такая продукция, которая тоже упаковывается в модифицированную газовую среду, тоже герметичная запайка. Ну, сухарики как-то неловко в один сегмент выделять. Но это тоже интересное направление, мы с ним тоже работаем. А что с точки зрения многообразия? То есть, как я понимаю, в мясе мы уже пришли плюс-минус к какому-то определенному внешнему виду. Что с готовой едой происходит? Насколько это отражается вот на вашей работе, на ваших линиях, на вашей необходимости там что-то настраивать, перенастраивать, пробовать? Конечно. Вот само термоформовочное производство, которое, ну, у нас как-то 3, ну, 2 основных стадии, 2 основных передела. Мы берем гранулу, катаем ее в лист, в ленту, в рулон, потом этот рулон мы передаем на формовочный участок, и на формовочной машине уже из него, как вот, он нагревается, из него выдавливается, потом вырубается лоточек. Лоточек, контейнер, там, салатничек, неважно что. Ну, в нашем случае это лоточек. И вот этот процесс, он, в принципе, одинаковый, и изделие зависит только от того, какой инструмент у вас стоит на формовочной машине. Это многоместный инструмент, то есть там таких лоточков за одно смыкание может быть 10, 12, 6, в зависимости от размера. И циклов таких в минуту, там, 20-30. То есть это такая антилопа, помните, может быть, мультик такой был, да, который постоянно бьет копытами, и вот эти вот лоточки летят. Вот, и если приходят клиенты и говорят, что, ну вот мне вот и ваш лоточек не подходит, мне нужно чуть-чуть поменьше, но чуть-чуть поглубже, ну что вы, не можете сделать, что ли? Вот. Каждый раз, если у нас нет этого геометрического размера, это новый инструмент. Стоимость такого инструмента на высокопроизводительной линии, это, ну там, от 50 до 100 тысяч евро. Вот. Как кто-то приходил, значит, к нам на завод с экскурсией, и когда мы показали вот этот наш участок инструментальный и склад форм, и он услышал цену, сказал, это что, говорит, на каждой полке лежит Мерседес? Да. Но все-таки получается, что ищем мы еще в готовой еде? Да. Получается, что, ну, как бы мы вообще очень склонны, наша компания склонна к тому, чтобы все систематизировать, унифицировать, стандартизировать, упрощать, как говорится, сокращать и так далее. Поэтому мы, конечно, и вместе мы боролись за то, чтобы выйти в какой-то унифицированный набор этих форматов, лотков там, и внутри формата уже что-то придумывать. Но это же и для ритейла удобнее, положено все одинаковое. Но ритейл тоже должен это прочувствовать, это тоже происходит не сразу. Вот. А сейчас с готовой едой такая же история. Вот. Как это можно сделать? Ну, конечно, когда мы с клиентом начинаем какой-то разговор, и он еще совсем с этим не сталкивался, самое простое дать ему готовое решение. Вот смотрите, вот у нас формат 187 на 137, это запаечная рамка. Мы вам даем машину, у этой машины есть матрицы, там одноместные, двухместные, четырехместные, неважно, под этот формат. А теперь смотрите, набор лотков. Глубокий для супчика, значит, мелкий для второго блюда или для салата, с перегородками для набора разных там фракций, для соусника и так далее. И получается, что вы своей линейкой закрываете там все готовые блюда. И если с самого нуля ты начинаешь так делать, и клиент на это идет, у него дальше просто идет тиражирование одного решения. Это очень удобно. Вот. Если у клиента уже там 8 каких-то там разных упаковок, это, конечно, сложнее получается. Вот. В общем, я думаю, что чем больше будет крупных игроков, вот таких грандов, да, с хороших брендов, крупных и так далее, тем больше будет и стандартизация работать. Вы сказали, что вот под какой-то запрос нужен отдельный инструмент, который стоит там по цене Мерседеса. Сейчас, учитывая наши нынешние условия, где такие решения искать? Где делать формы? Да. Ну, у нас есть несколько компаний в России, которые имеют опыт изготовления формы, формовочного инструмента. В основном все эти компании, они выросли как раз от формовщиков. Компания, которая занималась этим видом упаковки, имела свое какое-то производство, там люди набрались опыта, потом вышли и организовали собственный бизнес. То есть это филиалы бывших каких-то... Ну, они уже не филиалы, это самостоятельные, как правило, предприниматели, которые еще по совместительству являются конструкторами с хорошим бэкграундом. Вот. Мы с этими компаниями сотрудничаем. Ну, вот это основной, наверное, сейчас партнер. То есть европейские у нас сейчас уже совсем нет. А если что-то вот о текущей линии, откуда они у вас? Вообще у нас, конечно, с Европой очень налажен был этот процесс. У нас есть партнер, у которого есть все наши чертежи, все наши разработки. Если нам что-то нужно быстро модифицировать, дублировать, у нас раньше, в прежней жизни, мы просто писали там, вот такой-то, такой-то размер, такой-то, такой-то заказ, нужно там, значит, перегородку на одну треть сделать. И получали в течение двух часов уже чертежного утверждения. Сейчас, конечно, все это надо строить заново. А наши азиатские товарищи, вы в сторону не смотрели? Пока у нас нет такого прям вот партнера по формам, с которым был бы такой уровень. Ну, мы пробуем, экспериментируем. Может быть, закончится все тем, что мы просто у себя внутри это дело построим и будем сами этим заниматься. Пластик, гранулы, не могу не спросить про переработку пластика. Что вы сейчас делаете в этом направлении, чтобы максимально соответствовать имиджу ответственного производителя? Ну, во-первых, хочу сказать, что мы работаем с материалом полипропиленом. В пищевой упаковке, наверное, три главных полимера сейчас, которые продолжают расти. Это полиэтилен. Это вообще во всем мире самый крупнотоннажный полимер в упаковке. Это практически большая часть пленок на остыве полиэтилена. Это полиэтилен терифталат БЭТФ, как у нас его называют. Прежде всего, это бутылки, но из него можно делать еще много всего. И это полипропилен, с которым, в частности, работаем мы. Вот эти три материала, они продолжают расти. Есть еще другие полимеры, которые, наоборот, снижаются в сфере упаковки, происходит замещение. Это такой общий тренд. Например, полистирол и поливинилхлорид, которых там 20 лет назад было очень много, сейчас уже практически не инвестируются для пищевой упаковки. В основном эти материалы уходят в строительство. В строительные отрасли, они просто очень круто востребованы. Ну, понятно, что ПВХ – это окна, это мембраны какие-то там, покрытия. Полистирол – это утепление и так далее. Тоже очень крутые полимеры. Вот, соответственно, почему так происходит? Прежде всего, тут вот два таких главных тренда. Нет ни одного сегодня полимера, который все потребности пищевой упаковки один может закрыть. Они все разные. Например, у полипропилена самая высокая температурная термостойкость, самая высокая из всех полимеров. То есть мы именно в полипропилене ставим микроволновую печь продукты, разогреваем. Во всех других материалах этого делать не получится. Поэтому, что касается готовой еды, разогрева и так далее, то это полипропилен. Сюда же относятся технологии пастеризации, стерилизации, даже специальные марки в полипропилене для этого есть. ПЭТ – это материал как раз с очень высокой прочностью. Почему он используется в бутылках? Потому что вот этот газированный напиток в бутылке, его же надо там удержать. То есть он не может не трескаться там. И вот эти его свойства, они, как прежде всего, востребованы были там. И таким образом... Но вверх, когда высокая температура, ПЭТ уже не годится. Он очень быстро размягчается. Для того, чтобы его использовать на все виды упаковки, получается, что он как бы идет от низких температур к серединке, а полипропилен подхватывает его и идет вверх. Но это только один аспект температуры. Есть еще там прозрачность, есть устойчивость на прокол, есть способность к сминанию и вот этот возврат форма, формоустойчивость, так называемая. Но самое главное преимущество полипропилена в нашей стране, это то, что половину полипропилена, который мы сами производим из своего газового конденсата, из своей нефти, только половину мы перерабатываем. А вторая половина, на сегодняшний день, экспортируется в другие страны. То есть у нас это профицитный материал. И плюс еще есть проекты по строительству, полимеризации. А вот что касается ПЭТа, здесь обратная ситуация. Здесь мы импортируем примерно столько же, сколько производим внутри. Здесь проектами все намного сложнее. Пройдясь по всем вопросам в течение года, я занимаюсь буквально просто лично, как руководитель предприятия, вот этими вопросами расширенной ответственности производителей и так далее. В итоге мы приходим к такому выводу, что вот эти все платежи, которые сейчас мы обязаны платить, мы, видимо, будем платить. И, видимо, это просто будет ложиться на цену упаковки и дальше по цепочке. А какие-то проекты, связанные с тем, чтобы этот материал переработать, видимо, пойдут отдельно. Почему? Потому что нет никакой проблемы этот материал переработать. Но вот в нашем собственном процессе, мы как в пельменях, делаем сначала плоский лист, потом из него вырезаем, соответственно, свои лоточки, появляется высечка, мы ее направляем обратно и делаем опять плоский лист. И так бесконечное количество раз. Примерно 30% материала это внутренний технологический так называемый отход, который повторно постоянно идет в переработку. Да, он обновляется, потому что каждый раз он идет в смеси. Но вопросов о том, что его нельзя переработать, вообще здесь не стоит. Что дальше происходит? Значит, мы сделали этот лоток, передали его на какое-то предприятие, где его наполнили. Дальше, ну, такие контрагенты тоже у нас по всей стране, да. Дальше эти наполненные лотки идут в сети. Они тоже расходятся по всей стране. Ищут больше контрагентов. И дальше они уже из супермаркетов расходятся по домохозяйствам. И все это время, это крутая упаковка, это высокотехнологический продукт, это все полезная вещь. И только в тот момент, когда человек его вскрыл, продукт использовал, продукт, соответственно, до него дошел к целости сохранности, и он этот лоток выбросил, вот в этот момент он становится мусором, он становится тем самым вредным элементом, который может реально валяться где угодно. Если в этот момент его взять и передать сразу же куда-то в место накопления, даже просто сполоснув из него остатки пищи, не отмывая его там с помощью всяких мыльных растворов, это уже будет колоссальная возможность его переработать. Но сейчас, как правило, это попадает в мусорный контейнер, там, значит, все это между собой трется, остатки пищи, сами понимаете, что там с ними происходит. И когда это все уже попадает на сортировку мусора, очистить его, да, и привести его в состояние, готовое к переработке, тем более обратно в пищевую упаковку, это уже гораздо более дорогостоящий процесс, который требует большего уровня безопасности и больше гораздо затрат. Поэтому сейчас вот, ну, мое такое, мое такое видение этой проблемы, мы будем развивать технологии, потому что это позволяет нам не выбрасывать еду. Но мы должны решить этот вопрос, как нам забирать то, что можно переработать, до того, как оно попало в мусорный контейнер. Вот в этом направлении сейчас все наши мысли. Это должен весь рынок как-то разом взяться и лоббировать данную тему. Ну, на самом деле, мы все хотим одного и того же. Сибур, который производит, это полипропилен наш самый главный, да, производитель. Крупные сети, которым очень нравится работать с этой упаковкой. Человек, который это все использует. Тем более мясоперерабатывающие предприятия, которые огромное количество денег вложили просто в эту цепочку, да, технологическую. Потому что это фасовка, это наполнение газом, это запайка, это логистика определенная. Это нельзя просто вот так в раз выбросить, да, это огромная инвестиция. Значит, нам нужно решить вот эту проблему. Если мы ее решаем, то я не знаю, чем это становится, как это может кому-то не нравиться. Так, а если говорить о проблемах, то, что здесь звучит в последнее время постоянно, это кадровый голод, проблемы с персоналом. Вы сейчас как работаете в направлении, чтобы, не знаю, найти специалистов, вырастить специалистов, удержать? Что у вас происходит? Учитывая, что вы расширились, вероятно, вам требуются люди постоянно. Ну, мы не просто как бы расширяемся, а мы расширяемся с растущей производительностью труда, да, потому что пройдя национальный проект и почувствовав вкус вот именно к такому подходу, у нас есть ежегодный показатель. Мы должны каждый год свою производительность труда наращивать не меньше, чем на 5%. А производительность труда – это формула, в которой, значит, ваши доходы минус расходы делятся на численность. Соответственно, если вы заработали меньше, а людей набрали больше, то производительность падает. И мы постоянно контролируем этот параметр, считаем, проверяем его, ориентируемся. У нас от этого параметра даже годовые бонусы топов зависят. Вот это определенным образом затачивает мышление. Поэтому основные проекты наши – это автоматизация, сокращение лишнего труда, ну и вот в этой области мы постоянно думаем. Но вообще для нашей компании очень характерно внутреннее обучение, внутренний карьерный рост. У нас как бы вот эти вот ребята, которые на сегодняшний день фактически являются топами компании, но, наверное, две трети из них выросли здесь внутри. И буквально в течение последних, там, пятидесяти лет. Это нравится людям. Плюс мы работаем со средним учебным заведением, с колледжами. Вот сейчас, там, после начала СВО, это очень нас спасает. Потому что это сотрудничество было построено раньше, и сейчас к нам просто приходят ребята на практику, там, не знаю, 15-16 человек. Из них, там, человек 10-11 остается у нас, работает дальше. Потом они уходят в армию. И вот сейчас у нас уже есть ребята, которые отслужили срочную службу и вернулись к нам на завод. То есть здорово. Да. Финальный вопрос. Какие основные направления для развития бизнеса вы сейчас видите? Может быть, что-то еще хочется попробовать, либо есть какая-то потребность еще у рынка, чтобы вы могли производить? Я, наверное, немножко в другую сторону, да, пойду. Потому что, ну, мы такая компания, которая все любит осмыслять. Поэтому мы осмысляли, осмысляли, соответственно, вот ту упаковку, эти технологии, в которых наша упаковка работает, накопили уровень экспертизы хороший. И в какой-то момент мы поняли, что мы можем не только расходники продавать, но мы можем и с оборудованием работать. И начали мы с полуавтоматических запайщиков. Как раз они очень нужны для маленьких клиентов. Для готовой еды, в том числе, там, где большое разнообразие, там, как раз, где несколько форматов и так далее. Вот. Мы начали с них, а на сегодняшний день мы уже имеем несколько контрактов на крупные линии, комплексные, с хорошей автоматизацией. Делаем мы это совместно с нашим китайским партнером, работая, ну, проекту этому ровно год. Потому что начали мы на прошлом Голдфуде, мы познакомились с этой китайской компанией, именно здесь, да. И вот за год мы, на самом деле, очень хорошо продвинулись. Подход у нас к продаже оборудования тоже, поскольку мы очень много сотрудничали с европейскими компаниями, да, на уровне совместных проектов, взаимных рекомендаций, у нас есть определенная планка, стандарт. И поэтому ниже которой мы не можем опуститься. Сегодня у нас подготовлено там 6 сервисных инженеров. Опять-таки, это наш внутренний рост. Мы взяли ребят, которые работали на нашем оборудовании, предложили им такую форму роста. Они с удовольствием, значит, там пошли. Прошли уже два этапа обучения по этим видам оборудования. И у них еще программа дальше расписана. И сегодня они уже выезжают на запуске, на обучение персонала наших потребителей. Склад запчастей обеспечили. Плюс по вот этому типовому оборудованию мы держим его на складе. Мы привозим сразу контейнер, просто зная и понимая, что нужно рынку. Мы не под заказ его возим, а прямо контейнер привозим и продаем со склада. Подходит он у нас к концу. Есть как бы вот этот вот светофор, что вот уже, значит, там мы в желтой зоне, мы делаем новый заказ. И так уже третий контейнер сейчас пришел. А большие проекты, когда, например, там от мультиголовы до готовой упаковки с термочеком, там с этикеткой, с проставленной датой, вот эти вот линии автоматизированы. Это, конечно, индивидуальные проекты. Здесь и мы развиваем и компетенции по проектированию. И это стало для нас очень хорошим поводом вообще к трансформации нашей компании. То есть, если там два года назад мы были завод по производству упаковки, то сейчас мы компания, которая может предложить комплексное решение. Вот такое развитие. Это очень здорово. Мы вам желаем дальше двигаться в том же ключе. Спасибо большое. Спасибо.